Светлодарская дуга – один из самых горячих участков на Донбассе. Здесь, практически на линии фронта, расположен небольшой поселок Новолуганское. А это уже местный житель Виктор Николаевич показывает груду обломков кирпичей и досок, которые еще вчера были его домом. Меня прилепило к стенке. И все начало сцепаться. И у меня, он стоит, и камин, и плита там. И я как-то попал чудом под этот уголок. Жилище 70-летнего пенсионера попало под артиллерийский обстрел. Как утверждает хозяин дома, сюда влетел всего один снаряд. Ну, это какой-то снаряд. Не тот. Я все видел. Я был на войне. Но такого снаряда еще не видел. В штабе ООС подтверждают снаряд, разрушивший жилой дом на окраине Новолуганского, действительно необычный. Военные установили, это был обстрел российским управляемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Было проведено анализ. Само этого боеприпаса собраны все осколки. Сам боеприпас «Краснополь» имеет особенности, потому что это и система наведения, это и боевая часть, это стабилизационная часть. Те самые хвостовые наконечники, которые позволяют совершать корректирование уже траектории полета на подлете до цели. Что же это за боеприпасы? Почему украинские военные считают этот инцидент еще одним доказательством участия России в войне на Донбассе? Управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» калибр 152 мм. Масса снаряда 50 кг. Осколочно-фугасная боевая часть позволяет поражать бронетехнику и укрепленные военные объекты на расстоянии до 20 км. Наводится боеприпас с помощью лазерного луча, входящего в состав комплекса. Для того, чтобы использовать этот боеприпас, нужен лазерный целоказательный далекомир, который подсвечивает цель, а уже на отбитый лазерный промень летит этот снаряд и влучает. Этот далекомир только в составе штатных подразделений регулярных военных сил. Российские провластные СМИ не раз показывали, как армия РФ использует боеприпас «Краснополь». Вот кадры телеканала «Россия-24» годичной давности. Артиллеристы под Петербургом учатся стрелять управляемым снарядом. Огонь ведут с помощью самоходных гаубиц «Мста-С». С момента запуска до цели максимум 15 секунд. Снаряд аналогов, которому в мире больше и нет «Краснополь». Кремлевские медиа активно расхваливают российскую разработку. Работу «Краснополя» можно сравнить с ювелирной хирургической операцией. Военные так и называют его скальпель. Боеприпас стоит на вооружении только трех стран – РФ, Китая и Индии. И хотя его разработка началась еще в конце 70-х, в украинские части, по данным Генштаба, «Краснополь» не поступал. В открытых источниках стоимость одного российского управляемого снаряда оценивают в десятки тысяч долларов. Зачем же понадобилось стрелять им по объекту, который не имеет никакого военного значения? У украинской разведки есть своя версия. В Гури считают, ошибка произошла из-за отсутствия опыта у экипажа. Огонь, по информации разведки, вели в учебных целях. В штабе ООО заявляют о трех подтвержденных случаях использования боеприпаса «Краснополь». на Донбассе в 2018-2019 годах. Российские военные также не скрывают, эти снаряды применяли в конфликтах вне территории России. Вот кадры, снятые в Сирии в январе прошлого года и опубликованные телеканалом Минобороны РФ «Звезда». Управляемый снаряд якобы уничтожает сирийских боевиков, которые напали на авиабазу «Хмеймим». В Украине есть собственный боеприпас, который, по словам разработчиков, не уступает Краснополю по своим высокоточным характеристикам. Управляемый 152-мм снаряд «Квитнык» делают на оборонном предприятии «Прогресс». Разработчики объясняют, высокоточный боеприпас также влияет на безопасность украинских военных. Артиллерийский снаряд «Квитнык» приняли на вооружение ВСУ еще до войны на Донбассе. Но по информации государственного концерна «Укроборонпром», куда входят предприятия разработчик, войска он так и не попал. Високоточный «Квитнык» был принят на озброение Збройных сил Украины еще в 2012 году. Проте с того часа замовлений на него не было. Сейчас у научно-виробничного комплекса «Прогресс» полностью готовы до проведения необходимых предприятий и государственных вы пробований «Квитныка», серийного производства и ждут замовления с боку Министерства обороны Украины. Время войны участники международного волонтерского сообщества «ИнформНапалм» собрали доказательства присутствия на Донбассе, 48 современных российских типов вооружения и техники. Лавкостек, Павел Холодов, Донбасс Реалии, Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова